МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнуржакин. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Что нам стоит дом построить? Или почему качество строительства не выдерживает никакой критики? Жители нового дома на улице Приканальная опасаются за свое имущество. 80-летие карагандинской области и 150-летний юбилей Алихана Букиханова. В областном Акимате обсудили праздничные мероприятия, посвященные двум датам. Шелковый путь добрался до Караганды. Возле поселка Дустки встречали участников трансконтинентального авторалли «Шелковый путь-2016». Обо всем более подробно. С фасада нового дома на улице Приканальная отслаивается штукатурка. Жители опасаются, что дождевая вода вскоре станет проникать в квартиры. Многоэтажный жилой дом, построенный по государственной программе, был сдан в 2009 году. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Это слова из детского стихотворения. Но жители этого многоэтажного дома считают, что строители восприняли всерьез слова поэта. Дому всего 7 лет, но фасад уже не выдерживает суровый карагандинский климат. Штукатурка отслаивается и большими кусками падает на головы горожан. Но риск получить травму головы – это не единственная опасность. По словам жильцов, с каждым дождем штукатурки на стенах остается все меньше. Горожане опасаются, что дождевая вода в скором времени начнет просачиваться в квартиры. Более того, вслед за облицовкой со стен слетает и утеплитель. В карагандинском отделе строительства заявили, что 4 года назад решением суда строительная фирма обязана была этот дом отремонтировать. Но до сих пор этого не сделала. Решение суда, оно есть, оно вступило в силу, оно находится на контроле и исполнении судебных исполнителей. Дальнейшая работа – это работа уже судебных исполнителей. Мы как бы свою часть, плохо или это хорошо, но мы ее в соответствии с действующим законодательством выполнили. Когда же, наконец-то, строители устранят все недочеты? Ответа на этот вопрос чиновники дать не могут. Добавим лишь, что жилых домов с подобной проблемой в городе немало. И по всем этим объектам гарантийный срок обслуживания закончился. Андрей Тен, Жексалык Нуртай, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Наш регион готовится отметить сразу две даты. 80-летний юбилей со дня создания Карагандинской области и 150-летие выдающегося казахского общественного деятеля Алихана Букиханова. Праздничные мероприятия обсудили в областном Акимате. 80-летний юбилей в этом году отмечает Карагандинская область. Этому празднику посвящены мероприятия, запланированные Управлением внутренней политики. В июне уже проведено 15 мероприятий. Это фестивали, конкурсы, тематические выставки. Юбилейной дате также было приурочено открытие ряда объектов. Работа по реализации названного плана продолжается. В июле и в августе планируется провести 15 праздничных концертов, 10 круглых столов, 20 выставок, 15 конкурсов, 12 спортивных состязаний. До конца года к юбилейной дате планируется приурочить открытие школы на 600 мест в городе Сатпаев, врачебных амбулаторий в Улутаусском, Шетском, Абайском районах, детского сада на 320 мест в городе Жасказган, новой школы в микрорайоне Кендала города Караганды, также школы на 320 мест в селе Курминка Абайского района. Запланированы также благотворительные акции, направленные на поддержку социально незащищенных слоев населения. Значимым юбилейным событием станет выпуск книги-фотоальбома на трех языках. Кульминацией череды праздничных мероприятий станет торжественное собрание, запланированное на 26 августа. Главная цель собрания – это пропаганда достижений региона за 80 лет, раскрытие роли главы государства в формировании и развитии социально-экономического развития области. Также мы должны оказать почесть и сказать слава благодарности лицам, внесшим особый вклад в становление и развитие нашего региона. Не меньшее внимание уделено 150-летнему юбилею выдающегося казахского общественного деятеля Алихана Букиханова. Стоит добавить, что эта дата отмечается под эгидой ЮНЕСКО. Памятные мероприятия под эгидой ЮНЕСКО уже прошли в России и Турции. В Москве на могиле Букиханова возложили цветы, развеяли горсть казахстанской земли над его могилой. В Анкаре представили книгу, посвященную этой сильной личности. Наша область является родиной Букиханова. Поэтому мы должны на высоком уровне организовать, провести эти юбилейные мероприятия. В настоящее время начата работа по согласованию переименования Октябрьского района Карагандинской области с присвоением имени Алихана Букиханова. Планируется также изготовить и установить памятник общественному и государственному деятелю. Андрей Тен, Олжас Габасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Международное ралли «Шелковый путь-2016». Москва, Астана, Пекин стало значимым событием в мире автоспорта в масштабах всей планеты. Ралли проходит по территории трех государств – России, Казахстана и Китая. Его протяженность составляет свыше 10 тысяч километров. На старт вышло 116 спортивных экипажей, представляющих более 30 стран мира. 13 июля автомобилистов встретили в Караганде. О том, как проходит автогонка, в репортаже Екатерины Афанасьевой. Торжественный старт ралли-рейда «Шелковый путь» состоялся 8 июля на Красной площади в Москве. Финишируют участники 24 июля в Пекине. Из Москвы экипажи отправились в Казань, затем последовали до Уфы, оттуда в Казахстан. Первой участников приняла Костанайская область, после чего автогонщики посетили столицу Казахстана и прибыли в Караганду. Впервые в своей истории «Шелковый путь» обрел статус трансконтинентального ралли-рейда. Я думаю, что это характерно для любого народа. Вот такие вот рода необычные мероприятия, они, во-первых, поднимают настроение. С другой стороны, люди понимают, что тем самым мировое сообщество, спортивное сообщество обращает внимание на Казахстан как на равного партнера, который сумеет и может организовывать такого рода мероприятия. А это, конечно, тоже подкупает, естественно, от этого, вот эта экзотичность, она как раз где-то пересекается или переплетается с чувством гордости за свою страну и за себя, как гражданина этой страны. Вот это все, наверное, и создает ту праздничную атмосферу, которая сопровождает такие мероприятия. Далее участники ралли отправились по направлению на юг. Там их ждет небольшой отдых на живописном озере Балхаш. 14 июля спортсмены прибудут в Алматы и уже 16-го отправятся в Китай. По ходу маршрута караван участников пройдет 15 городов трех стран. На территории Казахстана гонщики проедут более 3000 километров. На счету Андрея Макеева участие в 11 гонках на Скар. В ралли «Шелковый путь» он участвует с 2009 года. Это доставляет авторалисту из Татарстана огромное удовольствие. Ну, пока для нас складывается удачно, и я думаю, в будущем так она и продолжится. Сейчас у нас большие надежды на Казахстан, на его просторы, на степи казахские, ну и на китайские пески. Как раз начинается наша дорога, потому что до этого нам не везло, были дожди. И как такового соревновательного спецучастка не получалось, то есть ни скорости, то есть ни навигации не было. Сегодня, я думаю, интересный день будет. Под флагом президентского спортивного клуба «Астана» выступают четыре казахстанских экипажа. Команда «Астана Моторспортс» является одними из них. Мужчины основательно готовились к соревнованиям. Для ведущих автогонщиков страны это ралли – наиважнейшее событие в спортивном календаре. Екатерина Афанасьева, Жаксулык, Нуртай, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Большое количество автомашин неизбежно ведет к авариям. Вот и в этот раз не обошлось без происшествий. По информации пресс-службы ДВД Карагандинской области, на участке автодороги возле 33-й шахты произошло столкновение трех автомашин. Виновным в аварии полицейские признали гражданина Российской Федерации, участника трансконтинентального авторалли «Шелковый путь-2016». Составлен протокол об административном правонарушении по части 1-й статьи 610 Административного кодекса Республики Казахстан. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Аким области Нурмухамбет Абдибеков призвал всех участников летних Олимпийских игр быть смелыми и пожелал спортсменам побед. Глава региона встретился со спортсменами области, которые уже через несколько дней будут представлять нашу страну на Олимпиаде в Рио. О том, насколько подготовлены спортсмены и чего они боятся больше всего. В нашем следующем репортаже. Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро. Напомним, такие соревнования проводятся раз в 4 года, с 1896 года. В этом году на Олимпиаде разыгрывается рекордное количество комплектов медалей – 306 в 28 видах спорта. Из Карагандинской области на соревнованиях выступят 11 спортсменов. Аким области Нурмухамбет Абдебеков собрал всех вместе. Он пожелал участникам верить в себя и ничего не бояться. Мы очень рады тому, что в составе Олимпийской сборной Республики Казахстан достойное место занимаете вы, члены Олимпийской сборной, карагандинцы. У нас получается по результатам всех вот этих отборочных различных соревнований, вот 104 лицензии у Казахстана имеются по 26 видам спорта. Из них 11 лицензий по 6 видам спорта. Это вот вы представляете наши спортсмены. Это, я считаю, очень достойное представление. На встрече присутствовали и мастера спорта международного класса по синхронному плаванию Екатерина и Александра Немич. Девушки занимаются плаванием на протяжении 12 лет. В день у спортсменок две тренировки. На утреннюю уходит 5-6 часов, в вечернюю 3-4 и 6 дней в неделю. Кроме занятий спортом они мало что успевают. Еле выбрались на встречу, говорят девушки. Такова цена успеха. Страха перед соревнованиями нет. К тому же местность уже знакома для девушек. В феврале они проходили в Рио-де-Жанейро лицензионный отборочный турнир. Сложности возникли из-за другого климата и временного пояса. Разница во времени составляет 9 часов. Однако и это не пугает мастеров спорта. Я готов кудеть полным ходом. Тренируемся, работаем, работаем, работаем. Времени ни на что не хватает. Ну, как обычно, то есть так, выбрали сюда на секундочку, то сквозь слезы мы пропустим тренировку. Вот, а так нет. Ну, конечно, психологически больше тяжело. Физически-то, в принципе, все спортсмены готовы всегда к соревнованиям. Немножко психологически. Нужно пройти психологический барьер. Елена Котова тренирует девочек с самого начала. Говорит, что с ними ей всегда было легко. Трудолюбию этих сестер можно позавидовать. Являясь мастером спорта СССР, Елена мечтала, но так и не смогла поучаствовать в Олимпийских играх. Ее ученицы пошли дальше, осуществив не только свою мечту, но и тренера. И моя мечта осуществилась, что девочки отобрались и стали основным дуэтом страны. И единственные спортсменки в составе сборной Казахстана – это дуэт Карагандинская область. До соревнований остается совсем немного. Желаем казахстанским спортсменам побед. Даже если что-то не будет получаться, вы не переживайте. Вы для нас уже герои. Как это, у греков, да, там, олимпийские боги, вы для нас уже олимпийские боги. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Снизилось количество вынесенных и отмененных судом заочных решений, а также улучшилось качество отправления правосудия. В районном суде номер 2 Казбекбийского района состоялась пресс-конференция, на которой озвучили итоги первого полугодия. По статистическим данным, за 6 месяцев текущего года в районный суд номер 2 Казбекбийского района поступило 8624 заявления. По сравнению с 2015 годом, за аналогичный период количество заявлений уменьшилось на 21%. В апелляционном порядке отменено 29 решений, изменено 35. Всего отменено и изменено 64 решения. Также в суде рассказали о нововведениях. Как известно, одной из пяти реформ плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институальных реформ» является обеспечение Верховенства Слакона. В частности, внедрение аудио-видео фиксации. Всех судебных процессов в обязательном порядке. На сегодняшний день из 7284 назначенных судебных заседаний 4629 рассмотрено с применением оборудования аудио-видео фиксации. Асель Сазанбаева, Жакслыг, Нурта, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Детей рождается больше, а вот браков заключается меньше. В департаменте юстиции Карагандинской области также провели пресс-конференцию по итогам деятельности за первое полугодие. За первое полугодие в Карагандинской области проведено записи актов гражданского состояния на 21% больше, чем за этот же период прошлого года. В департаменте юстиции отметили, что на показатель повлияла прежде всего рождаемость. В нынешнем полугодии в области родилось 12 514 детей. Увеличилось количество записей о перемене имени, отчества, фамилии. А вот браков заключается меньше, отметили специалисты. При этом уменьшилось количество, значительно уменьшилось количество по регистрации заключения брака, по регистрации расторжения брака на 78, заключение брака на 316. То есть вот такая сумма, как небольшое количество 122, я думаю, что это, если иметь в общем большую сумму, то можно сказать, что эта сумма является на уровне прошлых лет, но вот есть такая статистика. На пресс-конференции также привели статистические данные по количеству зарегистрированных прав на недвижимое имущество, а также рассказали о результатах работы территориальных отделов судебных исполнителей. Органами юстиции также ведется активная работа с жалобами от населения, особенно в части задолженности по выплате заработной платы. В департаменте юстиции заявили, что ни одно из обращений граждан не останется без внимания. Андрей Теннис, Ламбек Успан, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Далее о новостях спорта. В спорткомплексе «Жастар» состоялась встреча руководства тренерского штаба и игроков футбольного клуба «Шахтер» с болельщиками. Встреча не обошлась без критики. Некоторые фанаты высказали свое мнение по поводу результатов главной команды региона и пожелали игрокам совершенствоваться, добиваться побед. Встреча с болельщиками началась с приветственных слов исполнительного директора Оскара Абельдаева, который поблагодарил фанатов за их сопереживание и поддержку. Также с приветственным словом выступил главный тренер «Шахтера» Йозеф Вукушич. Большое спасибо, что уделили внимание. Я думаю, у кого-то, может быть, не получилось сегодня встретиться. Но я думаю, вы после нашей встречи им все передали. Я чувствую, что болельщики стоят за нашей командой. Поэтому я бы хотел вас поздравить и поблагодарить. Болельщики получили ответы на разные вопросы. Например, о сроках реабилитации травмированных игроков и познакомились с новичками футбольного клуба. Болельщики также выразили претензии по поводу недостаточной, по их мнению, работы по оповещению о предстоящих матчах и отсутствиях рекламы карагандинского футбольного клуба. Руководство пообещало принять соответствующие меры и вновь отметило, что все проблемы «Шахтера» связаны в первую очередь с финансированием клуба. Я, ребята, к нам обращаюсь. Играть надо на руку и у соперника. Будь он аутсайдер, будь он гейтер, будь он такой, как правдарный футболист, например, или кто-нибудь. Играть надо. Надо брать у себя очки, например. Мы же в форму играли. Ребята, играйте. Ребята, выиграйте. Ребята, две очки отдавайте. Тренерский штаб познакомил болельщиков с новыми футболистами и объяснил, почему пришлось расстаться с некоторыми игроками. В конце встречи болельщики смогли сфотографироваться на память с любимыми футболистами и взять автографы. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Если футболисты уже подводят предварительные итоги, то хоккеисты только готовятся к новому сезону. Хоккейная дружина карагандинского клуба «Сарарка» вышла из отпуска и провела первую тренировку. Уже на следующей неделе команда в полном составе отправится на учебно-тренировочные сборы в Минск. После двухмесячного отпуска хоккейный клуб «Сарарка» вновь в полном составе. 12 июля хоккеисты приступили к тренировкам. Всю нынешнюю неделю спортсмены будут приводить себя в форму здесь, в Караганде. А уже 19-го команда отправится в Минск, где начнутся тренировки на льду. Там же запланировано и несколько товарищеских матчей. С местной юностью, ханты-мансийской «Югрой», с олигорским шахтером, командой «Неман» из Гродно и казахстанским клубом «Торпеда» из Усть-Каменогорска. По приезду, по приезду тренируемся здесь, до турнира включительно в Орске. Турнир пройдет 23-го числа по 28-е. В дальнейшем уже цикл пройдет уже здесь дома. Планируем сыграть товарищескую игру с нашим фарм-клубом, второй командой, хоккейным клубом «Темиртао». Главный тренер отмечает, что из отпуска ребята вернулись отдохнувшими и полными сил начать борьбу за медали в новом сезоне. В этом им должны помочь и новобранцы, пополнившие команду. Добавился тренер по вратарям новый – это Сергей Николаевич Ткаченко. Тренер, который зарекомендовал себя с положительной стороны. Человек проработал много в Америке. Четыре игрока мы еще взяли с собой на сборы со второй команды. Это Воронин, Волков, Яхант и Киселев. У нас двери всегда открыты в нашу команду. То есть по спортивному принципу, по результатам второй команды мы всегда будем привлекать и смотреть за этой командой пристально. Напомним, что для нашей команды прошедший сезон стал довольно удачным. Сара-Арка четвертый раз подряд вошла в четверку сильнейших команд Всероссийской высшей хоккейной лиги. Уверенно прошла два раунда плей-офф, переиграв Узкоминогорская торпеда и Торос из Нефтекамска. И лишь в полуфинале Сара-Арка прекратила свой поход за Кубок Братины, уступив будущему обладателю престижного титула «Нефтянику». Я хотел пожелать всем удачи, нашим игрокам, нашей команде, нашим болельщикам, терпения. И болейте за нас так же, как вы болеете всегда. Андрей Тен, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. На сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Зоу Мастер. Аман Зоу Мастер.